Смелые до безрассудства и не боящиеся трудности. Это про героини нашего следующего сюжета. Две сестры из Красноярска проехали почти через всю Россию на отечественной девятке. Десятки городов, 12 тысяч километров и две недели в пути. С какими сложностями они столкнулись и что взяли с собой в дорогу, расскажем прямо сейчас. Когда она в руках заботливых, и за ней действительно следят, ухаживают, ну в принципе как за любой машиной, то в принципе никаких серьезных поломок она не несет за собой. Не каждый день встретишь девушку, которая может разобрать и заново собрать машину. Мария только с виду, хрупкая и женственная. Со своей девяткой она на ты. Недавно с сестрой они вернулись из увлекательного вояжа. На этой старушке они проехали 12 тысяч километров до Анапы и обратно. Когда мы выезжали, нам все упорно говорили, что мы не то что не доедем, что мы проедем буквально какие-то 500, грубо говоря, 400 километров. И у нас, не дай бог, короче, ну вообще из-за того, что мы не доживем. И девятка у нас сломается и рассыпется только буквально, как мы уедем в Емельяново. Девятка действительно часто ломалась, но каждый раз девчонки чинили ее, причем самостоятельно. Детская мечта проехать через всю страну оказалась сильнее. Путь пролегал через десятки городов. Не один час сестры простояли в пробках, а в общей сложности они провели в машине 14 дней. Говорят, было страшно лишь поначалу. Закрывали только что двери, завешивали окна. Ну, у нас рядом с собой был пистолет пневматический, но он нам не понадобился. Он нам не понадобился, потому что к нам никто никогда не приставал. И даже когда мы облудили, запутались там, заблудились. В каждом городе сестры обзавелись знакомыми весь капот в памятных надписях, а на Урале им даже подарили необычный сувенир. В Уфе нам подарили биту, знакомые ребята, с которыми мы там познакомились, чтобы нам было безопасно ехать. Написали Уфа, Алене и Маше, от Вадима. В пути, говорят девчонки, поняли три вещи. Пробок в Красноярске нет, дороги в России не такие уж и плохие, а мечты обязательно надо воплощать. Следующее их путешествие к Тихому океану. Сестры намерены доехать на девятке до Японии. Правда, чтобы исполнить это желание, им, скорее всего, придется многое заменить в машине. Но они уверены, это не самое важное. Главное, чтобы была цель. Наталья Истомина, Сергей Раков, 7 канал.